ДИАЛОГ Здравствуйте! Как всегда, в это время по вторникам в эфире телерадио компании Щелкова, программа «Диалог» и я ее ведущий Сергей Дадыко. Напоминаю, что программа наша идет в прямом эфире. Вы можете звонить к нам в студию по телефону 496, это код города, 567-1440 и 567-1450. И задавать свои вопросы моей сегодняшней гости. А в гостях у меня сегодня заместитель руководителя администрации Щелковского муниципального района по экономике и финансам Наталья Тамбова. Добрый вечер, Наталья Владимировна. Добавлю нашим зрителям, что понятие экономика и финансы такое очень большое. Чтобы было понятнее, еще вы также ведаете потребительским рынком и услугами, которые оказываются у нас в районе. Поэтому, естественно, вопросы зрители могут задавать относительно того, как этими услугами они обеспечены. Вот у нас сегодня первая программа в прямом эфире в новом году. Такой новогодний подарок. Спасибо. Что вы пришли к нам. Будем, конечно, подводить итоги ушедшего года, минувшего. Ну и, естественно, вопросы будут, конечно, и по поводу экономического и финансового развития нашего района в нынешнем году. Ну и, как сейчас уже заведено, планирование у нас идет на ближайшие еще три года. Давайте, предлагаю, самое достижение, которое, наверное, самое большое было в уходящем году в самом конце года. Это подведение итогов рейтинга муниципальных образований Московской области. И такое очень большое достижение, я бы сказал, прорыв, наверное, да, то, что наш район занял пятое место среди всех муниципальных образований по этому самому рейтингу. Поэтому предлагаю сейчас посмотреть видеосюжет с итогового оперативного совещания в администрации района, которое прошло буквально перед Новым годом. Соответственно, информацию получим оттуда, потом уже будем обсуждать о том, как нам удалось достичь таких достижений. Давайте посмотрим. Итоги года. О них говорили Алексей Валов и по своим направлениям заместители руководителя администрации. Несмотря на кризис в экономике и давление санкций, достигнут существенный рост во многих отраслях. Эффективно поработал финансово-экономический блок. Результат – значительный рост доходов бюджета плюс район рассчитался со всеми долгами. Алексей Валов особо отметил количество километров отремонтированных дорог, столько же, сколько за несколько предыдущих лет, и переселенных из старого жилфонда семей. Инвесторы-застройщики предоставили 498 квартир в новостройках. А самое яркое подтверждение проделанной работе – так называемый рейтинг 56 – показатель развития муниципальных образований Московской области. И в нем за год Щелковский район поднялся на 47 позиций. В конце прошлого года мы были на 52-м месте рейтинга, сейчас на 5-м. Это 47 ступеней вверх. Это реальное улучшение жизни десятков тысяч людей. Поздравляю вас всех с этим успехом. Уверен, вместе мы добьемся все больше. Вот такой новогодний подарок нашему району сделали по итогам опроса, по итогам рейтинга. Хотелось бы узнать, по каким именно критериям определяется этот самый рейтинг 56, как его называют? Рейтинг 56 – это рейтинг, который использует правительство Московской области для оценки деятельности, качества и эффективности деятельности муниципалитетов. 56 показателей, дробятся они на 5 таких основных категорий. Это предпринимательская деятельность, качество оказания государственных муниципальных услуг, сельское хозяйство, качество жизни – это вопросы нашего ЖКХ, эффективное управление на местах. Показателей действительно много. И работа в 2016 году была проведена, конечно, колоссальная. Потому что, несмотря на то, что по мнению многих обывателей, что статистика – это дело цифр, но за каждой цифрой стоит огромный труд любого направления. Скажем, объем инвестиций, который мы привлекли в текущем году, если по сравнению с 2015 годом брать, где у нас было 6 миллионов рублей, то 42 миллиона рублей было в 2016 году. То есть это увеличение в 8 раз. Это в 7 раз – это действительно большой прорыв. Или, к примеру, по приросту количества субъектов малого и среднего предпринимательства. В процентном соотношении было 7% и 24% в этом году. То есть здесь тоже у нас в 3 с лишним раза идет прирост. И мы тоже понимаем, что это не просто так. Это хороший инвестиционный климат. Это желание предпринимателей приходить на территорию именно Щелковского района. Ну и, конечно, мы занимаем по этой позиции, нам удалось занять второе место среди вообще муниципалитетов. Почему нам это важно? Почему мы боремся за каждую цифру, за каждый показатель? Потому что, как я уже сказала, за каждым показателем стоит безусловная работа. Безусловная работа, к примеру, в привлечении инвестиций – это те налоги, которые платятся на территории. Это рабочие места, которые даются нашим жителям. И от этого выигрывают только все. К примеру, если говорить о таком показателе, вот в моей второй сфере, в которой я занимаюсь, доля кладбищ, которые стоят на кадастровом учете. Начинали мы 2015 год, вернее, закончили 2015 год с 28% откадастрированных кладбищ. Что такое откадастрированное кладбище? То есть это кладбище, куда муниципалитет может вкладывать денежные средства на его содержание. И 2016 год мы закончили с 88% исполнения этого показателя, а конец января со 100% исполнением. То есть, закладывая деньги уже в бюджет 2017 года на содержание кладбищ, первый раз мы заложили денежные средства в полном объеме на все кладбище. Из расчета тех нормативных областных показателей, 284 тысячи рублей за гектар, которые есть. Такого не было. Вообще не было. А денег хватит вот так содержать, да? Если сразу такой прирост в сравнении с прошлым годом. Соответственно, конечно, мы планируем и понимаем, что все наши усилия были потрачены на то, чтобы, конечно, биться за все поступления. У нас работает межведовственная комиссия, председателем которой я являюсь. И вот мы постоянно собираемся, приглашаем туда и наше финансовое управление, безусловно, представители всех структур налоговой инспекции, представители фондов, представители нашего земельно-имущественного комплекса, который отвечает за непосредственно арендные отношения, за, так сказать, неналоговые доходы, да? И работаем с каждым должником. Потому что для нас важно не только гарантия поступления денежных средств, но и их своевременность. Скажем, у нас была образована очень серьезная задолженность по рекламе, которую мы сократили практически в два раза. Но мы, мало того, смогли выявить достаточно большое количество договоров, которые были не переоформлены правильно, расчет поставки, который был сделан некорректно. И, соответственно, переподписав договора, перезаключив соглашение, изменили качество поступления в бюджет и количество. И нас, к счастью, могу сказать, к радости, что предприниматели слышат. Конечно, наверное, где-то каждый пытается в период сложности от каких-то обязательств, ну, если не отказаться, то, может быть, не совсем четко исполнить и в сроке. Но когда мы говорим, слушайте, ну мы же муниципалитет, это такое же предприятие, да? У нас также работают люди, у нас также есть сроки выплаты заработной платы. И нам также не хочется их нарушать, как и вам. Поэтому, если мы с вами в договорных отношениях, то давайте две стороны будут на это смотреть. Если у вас сложности, мы готовы услышать, посмотреть, можем мы помочь или не можем. Просто так уходить там от своих обязательств не стоит. К примеру, вот если вот мы говорили о показателях, государственные и муниципальные услуги, это, конечно, наша база, многофункциональный центр. Они были у вас перед Новым годом, я знаю, на диалоге. Там тоже очень много достижений и рекордов. Они большие молодцы. Мы тоже занимали 36-е место в начале года. И вот у меня была встреча с министром государственных технологий в начале года, где он говорит, слушай, ну ты там в хвосте. Я говорю, да это вот мы только в начале года в хвосте. Конечно, мы подтянулись. Сейчас занимаем 6-е место среди многофункциональных центров Московской области. Для нас это тоже безусловный показатель. И есть чем сравнить. То есть в 2015 году к нам приходило порядка 15 человек в одно окно. А в 2016 год мы закончили... Это за день, да? За рабочий день. Да, за рабочий день. А в 2016 год это 43 человека. То есть это в три раза больше нагрузка. Даже на одного оператора. И есть, конечно, с этим сложности. И не все люди выдерживают. И очень большое количество обращений. А там же универсальный солдат. Ты должен знать все. По статистике там же и время оказания услуги уменьшилось. И время оказания услуги, да? Тоже было что-то 7 минут, стало 4. Стало 4, да. То, конечно, это и время оказания услуги, время ожидания в очереди. Ну и хорошо поработали над тем, чтобы все-таки мотивировать наших граждан обращаться в единое окно. Полностью в начале года мы убрали возможность подавать документы непосредственно в администрацию, открыли удаленные рабочие места. И если доля обращений у нас через МФЦ в начале 2016 года была 23%, то у нас 100% исполнение на конец 2016 года. Я даже такие цифры приведу, извините, перебью. Там, по-моему, даже больше, чем 100%. Потому что если посчитать всех, кто обратился в течение года в МФЦ, в целом по району, получается, что каждый житель нашего района, начиная от Гурничкова и кончая престарелыми, посетил МФЦ полтора раза в течение года. Абсолютно с вами согласна. Многие ходили по два, по три раза. По два, по три раза, безусловно. Умная социальная политика – это тоже один из показателей. Вот когда мы говорим об уровне качества жизни, об эффективности управления. Эффективность управления – это, конечно, умная социальная политика. То доля детей, охваченных дополнительным образованием технической направленности, мы начало года начинали с чуть меньше 4% деток, которые у нас дополнительно были охвачены техническим образованием. Это имеется в виду какие-то кружки, секции. Да, это непосредственно работа в образовательных учреждениях с детьми, где нас учат, как мы помним, уроки труда, то есть где нас детям прививают и любовь к труду. Область считает это важным показателем, сохранила этот показатель на 2017 год. Закончили мы этот год 23,5%. На 20% больше детей, конечно, это не может… Ну и в абсолютном изменении, значит, почти четверть детишек охваченных техническим образованием. Конечно, но мы же тоже еще понимаем, что и количество детей увеличивается. У нас прирост получился на почти 500 детей в течение года. То есть детки растут, появляются новые семьи, дай бог. И, соответственно, наши 23% – это уже в количественном измерении совершенно другие 23%, чем даже 4%, которые были на начало года. Один из важных показателей хочется отметить – это, конечно, доля медицинских работников, которых мы обеспечили жилыми помещениями. Я анализировала другие муниципалитеты, и, естественно, что такое рейтинг. Рейтинг – это гонка. Пятое место – это пятое место, как Олимпиада. И смотришь и думаешь, что вот количество медицинских работников в других муниципалитетах, которым жилье нужно 2, 3, 5, 8, да. А у нас 60, которые мы заявили. И Алексей Васильевич поставил задачу, и регулярно в совещании говорил, у нас задача обеспечить медиков жильем, что мы и сделали. И, мало того, превысили этот показатель, он все равно считается как 100%, но дальних 60, а 62 врача обеспечили жильем. Если говорить, к примеру, об эффективности закупочной деятельности нашей, тоже эффективность управления, как мы работаем со средним и малым бизнесом, опять же, почему к нам у нас такой прирост их получился. Второе место – это даже еще большее достижение, чем пятое. Да, 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 согласна. Потому что и доля закупок среди субъектов малого предпринимательства в начале года у нас была 12%, а конец 2016 года – 52,16%. 52% закупок делается у малого и среднего бизнеса. Конечно, это большая работа комитета по закупкам, их руководители, по вовлечению, по работе с предпринимателями, когда мы говорим, что мы настроены на то, чтобы развивался не только крупный бизнес, а, конечно, те, которые… Люди на местах, небольшие компании, небольшие организации, которым, может быть, где-то сложнее пробиться, у них таких ресурсов нет. И вот 52% закупок у нас было осуществлено по всему району, а это достаточно, это почти 14 тысяч закупок, вот, и 52% – это большое количество. Ну, а все-таки вот интересно, как удается создавать такие условия, что все к нам… Все пришли к нам. …в гости к нам, да, я имею в виду инвестиционный климат. Потому что все равно официально же все, да, люди и налоги платят, это же никакая теневая экономика, да, а все равно вот хотят тут работать. Ну, наверное, это прежде всего и открытость власти, и правильность общения, правильность общения руководителей – это так называемые зеленые двери, да, зеленые коридоры, по которым, в общем-то, инвест-часы, которые проходят в администрации, та частота работы, доводящая до результата. Ведь что для предпринимателя главное? Главное – не проходить по кабинетам, главное – получить результат. У него нет времени на то, чтобы отписывать длинные письма и ждать долгие ответы. У него есть задача побыстрее заработать деньги и вернуть свои вложения. Поэтому, конечно, на все инвест-часы приглашаются и представители банков, и работаем мы с банками, в том числе, когда понимаем, как они заходят, привлекая банки уже на сторону даже участников тех же самых аукционов, выигрывает компания на те или иные торги. И, пожалуйста, конечно, сразу выходит банк, они смотрят, нужна ли там банковская гарантия, сопровождение сделки, или необходимо кредитование, или перекредитование на более выгодных условиях. Потому что муниципальный контракт – это гарантия того, что если ты работаешь хорошо, то ты получишь свои деньги. И вот эта связка, которую удалось сформировать, и работает, может быть, даже с арафанным радио, потому что средний и малый бизнес, он активно идет только туда, где понимает, что препятствий не будет. Я считаю, что это большое достижение прежде всего нашего земельно-имущественного блока, закупочного блока, конечно, руководителя, администрации. Создать такую атмосферу, ее выдумать сложно, ее можно только создать, и принимателю можно в ней только реально убедиться. А сыграла какую-то роль, допустим, губернаторской программы о том, что первые два года человек, который начинает свое дело, опять же, малого и среднего бизнеса, освобождается от налогов. Любые факторы, конечно, влияют. Время сейчас очень непростое. Мы все понимаем, что мы с момента введения санкций в 2014 году, не то что начали с нуля, но мы по-другому должны были взглянуть на экономику. И здесь не столько о темпах роста даже говорили, а задачи другие стояли, прежде всего, перед правительством, сдержать инфляцию, сохранить рабочие места, сохранить, даже не столько развиваться. Мы увидели, что применение санкций пошло наоборот, на рост бизнеса в агропромышленном комплексе, в сельском хозяйстве. И вот это дополнительное преимущество, принятое слово такое же, бенефиты, которые дает правительство, это в том числе и отсутствие частого контроля со стороны надзирательных органов. Ведь у нас бизнес чего еще боится? Мы готовы платить налоги, но не столько мы боимся, что завтра к нам придет, поставил палатку, придет Госадомтехнадзор. После Госадомтехнадзора придет там полиция. Что еще дальше будет? Чтобы добросовестный предприниматель не ушел в теневой сектор. На последнем выступлении министр экономики Российской Федерации сказал, что у нас вот сейчас мы видим, что у нас налоги такие, как НДС, налог на прибыль, они выплачиваются, выплачиваются регулярно, хорошо. И мы видим даже увеличение поступлений по сравнению с прошлыми периодами. А в этом году видим, что НДФЛ и налоги, которые мы платим в соцстрах, в пенсионный фонд, они снижаются. Это говорит, что пытается бизнес увести налоги на зарплату все-таки в теневой. Конечно, есть. Мы все понимаем, что вот эти курсовые колебания, они не могли пройти бесследно. И основная задача, конечно, это показать предприятию то, что тебе не нужно уходить в теневой сектор. То, что абсолютно государство, в нашем случае муниципалитет, готов предоставить ту почву. Он открыт для диалога, открыт к взаимодействию, чтобы ты здесь легально работал. Если ты нарушаешь, это другая ситуация. Но если ты работаешь легально, то, пожалуйста, не будет тех проверок, не будет так страшно, если ты будешь делать все. Мы же тоже работаем, к примеру, по такому показателю, как борьба с неформальной занятостью. И очень часто на комиссию приглашаются компании, которые искусственно удерживают уровень заработных плат. То есть 12,5 тысяч был по прошлому году минимальный фонд оплаты. Они так и держат. Они так и держат. Да, они так и держат. И, конечно, когда мы говорим, сколько в компании человек работает, 300, и все на 12,500. И директора, у которых 15 тысяч рублей зарплата, а кредитная нагрузка на предприятие 300 миллионов. Конечно, в эти истории не верятся, но они сплошь и рядом. И вот я могу сказать, что из 10 организаций, которые приходят на межведовственную комиссию, 9 из них будут с вот такими нарушениями. То есть компания не стремится обелить свой фонд заработной платы. А НДФЛ – это наши налоги. Это налоги, которые мы видим, за счет которых мы живем и развиваемся. Поэтому изменение налогообложения, которое предлагается на уровне правительства, оно должно состимулировать, дать возможность не за счет ухода от налогообложения, а за счет минимизации выплаты налогов на первоначальном этапе предпринимателю взять темпы роста, окупить свои затраты и дальше двигаться. Поэтому, конечно, это только идет на пользу. Но если говорить как раз об инвест-часах, которые в администрации у нас каждую неделю проводятся, там же не только туда приходит, кто хочет начать новое дело с нуля со своим предложением, но и очень много таких, кто уже ведет свое дело, так скажем, в нашем районе, но хочет развиваться практически на каждом заседании. То есть как раз есть стимул к развитию, и здесь, конечно, только нужна еще небольшая поддержка. Еще небольшая поддержка, да. Если хотите, могу чуть-чуть продолжить по показателям, потому что действительно есть что рассказать. Ну да, давайте вернемся к нашему рейтингу. 56, конечно, все 56 пунктов не будем перечислять, но вот основные, по крайней мере... Основные, за счет которых прошел, выделил. Да, и вот то, что в видеосюжете прозвучало, это большие достижения. Дорожное строительство, я имею в виду, и ремонт дорог, и, конечно, строительство жилья, обеспечения социальным жильем. Все верно. В сегменте ЖКХ мы очень серьезно прибавили. Несмотря на то, что я где-то неоднократно на районных совещаниях говорила о том, что у нас есть и западания, общим итогом картина получилась хорошая, стабильная и дающая большой задаток для хорошей работы в 2017 году. Сегмент ЖКХ очень непростой, потому что наследство тяжелое, трудное. Советское еще. Советское еще, да. Но могу сказать, что, к примеру, там одним из показателей, и вы знаете, наверное, что большой проблемой у нас всегда это двойные платежки, это взаимодействие с Мособл-ЕРЦ. Так вот, доля лицевых счетов у нас через Московский областной единый информационный расчетный центр управляющих компаний с 2% в 2016 году составил 58,4% на конец 2016 года. И здесь мы получили прорыв года именно по этому показателю. Евгений Акимович Хромушин отдельно выделил наш этот сегмент, прислал нашему району награду за такой прорыв, потому что это действительно, когда идет централизация, когда мы все понимаем, как взаимодействовать по расчетным документам с населением, взымать, а это же долги за коммунальные ресурсы, взымать платежи, правильно выстраивать работу. И здесь наше управление ЖКХ, конечно, постаралось на все 100. Понятно, что это еще не 100%, но постарались на все 100, потому что действительно с 2% до 58% подняться в таком сложном сегменте, а у нас 90 тысяч счетов, 53 тысячи перевели. То есть это серьезный пласт работы, который был проделан. Если можно, я уточню для наших зрителей, может не все знают, только Евгений Хромушин это министр коммунального хозяйства Московской области, поэтому его награда дорогого стоит. Очень дорогого стоит, конечно, мы за нее рассчитывали получить любую награду, но это особенно приятно, потому что сегмент очень сложный, ЖКХ. Что хочется сказать, конечно, сократили дефицит парковочных мест, 11% почти это было на начало года, и 6% на конец 2016 года, тоже непростая задача по всем поселениям отработать, сделать и обеспечить парковочными местами, потому что это свобода на дорогах, удобство в передвижениях, особенно ощутимо в зимний период, когда снега много, парковаться сложно, Дон и всегда нужен. На следующий год правительство Московской области хочет реализовывать программу «Уже удобная парковка». Я думаю, мои коллеги в дальнейшем, если пригласите, то безусловно об этом расскажут. Это и временные парковки, перехватывающие парковки, это и парковки, которые для жителей, это не только парковки, которые у нас при новостройках, но мы должны не забывать, что у нас новостройки это всего лишь одна часть того жилого фонда, который есть, или нежилого даже фонда, о котором нельзя забывать, потому что на место работы приезжаешь, и эту машину нужно оставить. И если ты оставляешь ее за пять кварталов, то это, конечно, создает неудобство. Вот такой был показатель у нас в сегменте безопасности. Это так называемый безопасный регион, в начале года его ввели, наличие систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, и он разделился на две части, социальные объекты и объекты коммерческие. Социальные объекты все у нас оборудованы, безусловно, камерами, но что такое безопасный регион и эта программа? Это подключение к единому информационному ресурсу. Это возможность, и правительство Московской области у нас это регулирует и смотрит, чтобы все было в цифре, это определенного рода оборудование, соответственно, затраты. Все муниципальные учреждения у нас с этим образовательно исправились, стопроцентное исполнение у нас данного показателя. Из планового, не все учреждения мы еще охватили, но из планового охватили все. А коммерческие объекты у нас, наоборот, сложнее пошли, потому что если здесь раз затраты берет на себя муниципалитет, понимая выполнение задачи, то там берут на себя задачу коммерсанты. Может, это не такие большие деньги, там порядка 60-70 тысяч рублей, потом цены немножечко поспали, там 35 тысяч рублей стало оборудование одного сегмента, но вот только 70% предпринимателей от планового значения у нас пошли на встречу, установили у себя за свой собственный счет камеры. Но, тем не менее, они и подняли наш рейтинг. Тем не менее, им большое спасибо, потому что без них совершенно не справились. Наталья Владимировна, у нас стало время перерыва, уже можно немножко передохнуть. Я напоминаю зрителям нашим, что сегодня в гостях у меня заместитель, руководитель администрации Челковского района по экономике и финансов Наталья Тамбова. Оставайтесь с нами, не переключайтесь, телефонная студия и прежняя 567-1440-567-1450. Мы вернемся через несколько минут. Продолжаем программу «Диалог». Напоминаю, что сегодня в гостях у меня заместитель, руководитель администрации Челковского муниципального района по экономике и финансов Наталья Тамбова. Еще раз добрый вечер, Наталья Владимировна. Не забывайте телефона прямого эфира 567-1440 и 567-1450. Звоните к нам в студию и задавайте свои вопросы. Наталья Владимировна у нас курирует не только экономику и финансовую, но и потребительский рынок и услуги в нашем районе, поэтому можете свои предложения высказывать по работе всяких торговых и прочих точек. Ну а мы продолжим наш разговор, вернемся к безусловному достижению. Пятое место среди муниципальных образований. И не просто пятое место, а подъем с 52-го места за год до 5-го. То есть на 47 позиций выросли мы по разным показателям. Поэтому еще хотелось бы услышать, в чем нам больше всего повезло. Повезло, наверное, в том, что все-таки это было сделано. Хотели мы попасть в десятку. Алексей Васильевич поставил такую задачу в начале года. В десятку попали. Мы за первый квартал перешли на 21-е место, потом 9-е, потом 6-е. Ну вот и оказалось 5-е место уже по итогу года. А итоги ежеквартально подводятся? Они подводятся, да, ежеквартально. Ежемесячно мы даем данные, но подводятся ежеквартально. Для нас мы очень переживали, конкуренция высокая. В прошлом году рейтинг был закрытым. Все, конечно, другую подозревали муниципалитеты. Чтобы подтасовывать. Да, а теперь он открыт, все могут смотреть. Цифры каждого муниципалитета видны. Согласовываются они всегда центральными органами исполнительной власти Московской области. То есть здесь уже какая-то игра с цифрами просто исключена. Все в онлайне, все друг друга смотрят, наблюдают. И все играли с открытым забралом. Но теперь уже на дворе 2017 год. Ну и, наверное, какие-то изменения грядут тоже. В определении победителей. Ну я надеюсь, что в определении победителей все-таки будут играть реальные факты, также играть реальные факты показателей. Как это и работает сейчас. Сегодня буквально у нас была видеоконференц-связь, которая проходит каждый вторник с губернатором Московской области. Вот докладчиком была заместитель председателя правительства, который курирует у нас финансово-экономический блок Ирины Вячеславовны Смирновой, которая рассказала нам то, что нас ждет, какой рейтинг нас ждет в 2017 году. Рейтинг уже будет не 56, а рейтинг 50. То есть 50 показателей. Но в данном случае меньше, не означает, что легче. И, конечно, 29 показателей будут убраны, 23 новых добавлены. Мы их прослушали, посмотрели. Может быть, чтобы легче было ориентироваться, могу вот так сказать, что из тех таких основных нововведений добавится такой показатель тоже по моему второму сегменту, это количество и качество конкурентных процедур по размещению НТО. С 1 января 2017 года у нас размещение любого нестанционарного объекта будет проходить только на базе аукционных процедур. Подготовлена вся документация, сформировано положение о правилах проведения аукциона. Место обязательно должно быть свободным, заявленное соответствует всем требованиям. И будет проводиться аукцион, будут идти поступления в бюджет. То есть ранее эти решения принимались просто, можно так сказать, рощерком пера. По воле администрации. По воле курирующего заместителя. Поэтому в 2016 год, когда я пришла в том числе к занимаемой должности, мы ввели некий мораторий на размещение нестанционарных торговых объектов до внесения изменений в процедур, потому что основная наша задача это, конечно, состимулировать дополнительное поступление в бюджет. Но это будет касаться не только объектов, которые будут нововыводящиеся, но и объекты, которые на текущий момент в схеме, мы тоже с ними пересмотрим формат взаимодействия. То есть когда, допустим, закончится договор аренды, так скажем, то на новых условиях они... Там не договор аренды, там просто разрешение. Поэтому мы пересмотрим. То есть уже на новых условиях в новом году. Наталья Владимировна, мы вернемся, естественно, к этой теме. У нас есть звонок от нашего зрителя. Давайте послушаем. Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Наталья Владимировна. Здравствуйте, да. Слушаем вас. Значит, Наталья Владимировна, я хотела бы задать вам вот такой вопрос. По поводу бюджета. Скажите, пожалуйста, на 17-й год, на конец зимы, на следующую зиму, вы в бюджет вложили деньги, чтобы чистить городские тротуары и городские дороги Щелковского района? Вот настоящий момент микрорайон Заречный. С нами в тесном контакте работает наш депутат Галаганова Елена Ивановна. Значит, я к ней обратилась в вопрос. Елена Ивановна, вот у нас управляющая компания. Пожалуйста, перспективы. Тротуары все вычищены до асфальта. Проезжая часть вычищена, вопросов нет. Но городские гребни только ползком. Вот с Космодемьянской улицы дойти до Пролетарского 18 перейти, гребень ползком. Автобусные остановки не чищены. Значит, где кончается управляющая компания, дальше начинается городская дорога. Не чищена. Я Елену Ивановну задаю вопрос. Елена Ивановна, ну как же так? Вот смотрите, вот у нас встреча была, я к ней пришла в Заречный. Тротуар совсем не чищен по Комсомольской улице. А что уж второй вообще никогда не чистится? Вот. Она говорит, вы знаете, не было заложено денег, и поэтому получаются вот такие пробелы и такие ямы. Вот меня интересует, в этом году вы заложили, и вообще я хочу сказать, вплоть до того, что дайте мне две маленькие технику и большую, я за неделю микроинозаречную приведу в порядок, и он у нас будет образцовый по чистке тротуаров и дорог. Ну что это такое? Нельзя выйти. Сейчас даже по проезжей части идти нельзя пешком, потому что она, по снегам лежит лед. Люди все разбиваются. Я не могу выйти за хлебом, перейти гребень. Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Вопрос понятен, Наталья Владимировна. Конечно, я бы... Заложены деньги. Но это, наверное, больше касается городского бюджета. Да, на самом деле, по большому счету, для жителя без разницы, это городской бюджет или районный бюджет. Тем более, что районная администрация, она исполняет полномочия поведению и городского бюджета. Я бы попросила, конечно, записать контакты, сейчас звонивший, для того, чтобы... Микроинозаречный. Да, микроинозаречный. Здесь, наверное, больше вопрос. Конечно, денежные средства на содержание и уборку дорог закладываются ежегодно в каждом бюджете. И здесь уже просто вопрос качества отработки и тех или иных вопросов со стороны нашего управления ЖКХ. Я эту информацию до сегодня же, сразу после эфира, до курирующего заместителя доведу. Возможно, какие-то другие факторы были, которые помешали тому, чтобы приводить в порядок эти территории, но это, безусловно, не наличие денежных средств в бюджете. Конечно, каждый бюджет в обязательном порядке. Деньги на содержание и уборку территорий зимних абсолютно не то, что закладывает, а он не заложить их не может. Это абсолютная приоритетная статья каждого бюджета. Возможно, не всегда достаточно и тот необходимый объем средств закладывается, но улицы должны быть чистыми. Поэтому это обращение я обязательно и завтра в Инстаграме, и у себя, и на Фейсбуке, и ВКонтакте размещу информацию по данному вопросу, непосредственно получив в комментарии от заместителей ЖКХ. Мы еще поговорим о бюджете, о том, как исполнился уже практически бюджет за прошлый год и какие особенности бюджета на будущий год и ближайшие НВА года. Давайте уже закончим тему рейтинга. С показателями рейтинга. 50 уже, вот он изменил свое название, и хотелось бы узнать еще, какие новшества будут в этом году. Ну вот про НТО мы поговорили, о том, что вот эти изменения процедуры отразятся в рейтинге 50. Добавится такой показатель, как увеличение охвата дошкольным образованием детей в возрасте от полутора до трех лет. У нас, согласно закону, сейчас мы обязаны брать детишек в детский сад с возраста трех лет. Но мы знаем, большое количество обращений есть и в возрасте менее трех лет. И в данном случае правительство Московской области вводит этот показатель. Мы, конечно, понимаем, что да, у нас, наверное, нет такого обязательного права это делать, но идти навстречу жителям мы всегда должны. И вот дополнительно этот показатель в рейтинг 50 был включен. Соответственно, увеличение охвата детей от полутора до трех лет. Теперь для района тоже показательное исполнение. Качество школьного образования важный такой проект, потому что одно дело мы все думаем об охвате образованием, а какого же оно качества. И вот качество школьного образования теперь тоже будет входить в рейтинг 50. И стопроцентная аттестация руководителей образовательных учреждений, то есть как школ, так и детских садов. Должно тоже стимулировать и мотивировать руководителей всегда держать руку на пульсе. Если где-то они западают в плане своевременной переподготовки и квалификации, тоже выстраивать эту работу. А педагоги доп. образования тоже будут эти статусы проходить, да? Вы за кого-то конкретно переживали? Нет, просто мы же говорим, что у нас очень много детей охвачено именно дополнительным образованием, внешкольным. Внешкольным, да. И, кстати, третий раз вопрос сегодня слышу именно, почему я пошутила с вами. Рекомендации по количеству муниципальных учреждений будут даны не социальной сферы и их численности. Вы знаете, что с 2015 года правительство Московской области очень жестко подошло к штатной численности муниципальных субъектов, всех совершенно муниципалитетов, поселений, всех это коснулось. Вот, все привели свою штатную численность в соответствие, да, у нас количество муниципальных служащих, количество технических служащих, но работающих, скажем там, в администрации районной или поселенческой, оно жестко нормировано. Вплоть до того, что у нас дотации, к примеру, если то или иной субъект является дотационным, тоже привязаны к численности, к соблюдению численности. Вот теперь Московская область в этом году уже будет регулировать и численность учреждений не социальной сферы. То есть это казенные учреждения, это бюджетные учреждения, автономные учреждения, которые были созданы для поддержания деятельности, естественно, администрации по тем или иным отраслям. Вот тоже нас область проверят, а здесь ли мы не разные штаты. Но вот говоря уже в переводе на, так скажем, доступный язык, да, их ждет сокращение? Я бы не говорила о том, что их ждет сокращение. Я, вы знаете, вообще технология работы, она всегда строится, что мы сначала сокращаемся, потом раздуваемся, да, потом всегда нужны меры регулирующие. Ведь это очень легко, имея 100 рублей постараться заработать рубль, или, как говорится, да, 100 рук, чтобы заработать рубль, а ты попробуй 100 рублей одними руками заработать. Это совсем другая история. Еще про 100 друзей там поговорка есть, так что... Да, ну это Сорос заговорил. Не обязательно 100 рук иметь. Да, вот, поэтому здесь такая история. Конечно, мы, во-первых, не видели свои еще показатели. Мы рассчитываем на то, что все-таки мы сдерживаем нормами бюджета и стараемся экономить денежные средства на всем. И наша экономия в том числе позволяет и выходить на такие высокие позиции. Ведь мы сократили муниципальный долг. Если были бы раздутые штаты, мы бы их проели бы, эти деньги, да. Мы полностью в 2015 году ушли от понятия муниципальной задолженности. Ну вот мы как раз плавно переходим к исполнению бюджета за прошлый год. Долг практически полностью ликвидирован, да? Буквально там, может быть, два поселения осталось чуть-чуть. Да, у нас два поселения с небольшими долгами. Поэтому хотелось узнать, вот как нам удалось по итогам прошлого года увеличить и доходную, и расходную часть бюджета, за счет каких поступлений? Конечно, это огромную роль сыграли мобилизации налоговых поступлений. То есть в данном случае только налоговые поступления нас вытянули вперед. Это опять же показывает, что наше привлечение бизнеса, изменение инвестиционного климата, увеличение, такое резкое увеличение объектов, субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих на территории муниципалитета, оно дало свои плоды. Конечно, мы это очень хорошо ощутили, потому что должников по арендным платам, по арендной плате за тот же самый земельный имущественный комплекс, они есть сложно предпринимателям. Где-то платить и ставки высокие, но продавать земельные участки или недвижимость, это торги, это очень длинная процедура, долгая процедура. Да и потом мы все понимаем, что это всегда легко сказать, что есть завод, есть объект, есть земля, ее продай. Вот попробуй продай, ведь хочется продать по выгодной цене, хочется продать, понимая, под какое назначение ты будешь это продавать. Не всегда легко и просто так вот найти покупателя. Поэтому здесь нам большую помощь наше налоговое поступление дали. И действительно, да, скорректировали, поработали с бюджетом. Финансовое управление абсолютно профессионально к этому вопросу подошло. И 2016 год мы удержались, работаем в том числе и над сокращением дефицита бюджета, чтобы его в конечном итоге не было, порядка 70 миллионов он у нас в течение уже 2016 года под конец держался. Конечно, планово у нас потихонечку уходить от дефицитного бюджета. Конечно, это очень сложно и, наверное, может быть где-то не так реально в ближайшем будущем, но мы перед собой задачи эти ставим. Да, это прогресс, который в том числе говорит о том, что, скорее всего, и в работе по регулированию показателей по численности наших несоциальных учреждений мы должны быть все-таки в такой зеленой, хорошей, позитивной зоне, потому что все деньги направлены были в предыдущие периоды на то, чтобы сжиматься, сжиматься, погашать долги, уходить от ненужных затрат и правильно, эффективно управлять. Все у нас, как Голикова сказала, счетная палата, так что неэффективное управление у нас порождает, конечно, уже и неэффективные расходы. Поэтому задумываемся, прежде всего, с себя, правильные ли управленческие решения мы делаем. Ну, судя по итогам, правильные решения. Судя по итогам, они получились правильные. Судя по итогам прошлого года. Наталья Владимировна, у нас буквально меньше пяти минут, наверное, осталось до конца программы, поэтому хотелось бы о перспективе поговорить. Я имею в виду, конечно, бюджет района на текущий год уже наступивший, но и как теперь принято планировать на период еще ближайшие два года. Какие-то особенности есть, по сравнению с прошлым годом? Конечно. И вот на последнем районном совещании в конце 2016 года очень приятно было их озвучивать, потому что, к примеру, доходы консолидированного бюджета Щелковского муниципального района, они у нас, мы даже взяли динамику с 2014, 2015, 2016 года, чтобы ее посмотреть и показать. И вот 2014 год у нас было исполнено по доходам 6,4 миллиарда, исполнено 7,5 миллиардов, и ожидаемый 2016 год, ну, естественно, оно уже было выполненным, это 9,2 миллиарда рублей. То есть почти на 3 миллиарда у нас доходная часть консолидированного бюджета выросла. Это большие цифры, это очень большие, хорошие, стабильные цифры. Конечно, по расходам мы тоже увеличиваемся пропорционально. Пропорционально, да. И если говорить о том, что у нас такая динамика, с учетом ухода от долгов, от долговых обязательств продолжат сохраняться, то, конечно, мы с перспективы смотрим на 2017 год, на порядка 400 миллионов мы видим увеличение по 2017 году, ну, а дальше будем планировать. Конечно, бюджет у нас составляется и прогнозируется на 3 года, но у нас очень, можно так сказать... Ожидание не всегда оправдывается. Ожидание не всегда оправдывается, и прогноз финансовый, вот на мой взгляд, он должен быть всегда, можно так сказать, пессимистический, и на нем нужно выстраивать свою работу, чем на оптимистическом. Потому что ты на оптимистическом строишь, потом можешь получить разочарование в виде дополнительных заимствований и неисполненных обязательств. Поэтому в нашем случае пусть он будет пессимистическим, пусть он будет жестким, непростым, но он будет откровенным. А все, что будет сверху, если мы будем понимать пересмотр бюджета в течение года, в любом случае это плановые мероприятия, то нам самим будет легче, самое главное, сделать это своевременно и направить денежные средства на те рычаги, на те пробелы, которые нужно устранить. У нас осталось буквально 2,5 минуты, Анатолия Владимировна. Хотелось задать еще вопрос, что находится в вашем ведении. Это применение современных информационных технологий для диалога с жителями района. Что у нас произошло в последнее время, какие сдвиги? Конечно же, нам большую роль в нашей работе с населением играет непосредственную прямую телевидение. Без вас нам никуда, потому что вы основной источник информации. Спасибо, стараемся. Да, и взаимодействие у нас с вами очень четкое, налаженное. Ну а так, конечно, мы все у нас заместители, руководители администрации, главы поселения, руководители администрации поселений зарегистрировались во всех социальных сетях. Это Инстаграм, ВКонтакте, Фейсбук. Для чего это нужно? Имеет все вот эти вот коммуникативные виджеты типа Телеграм, Ватсап, Вайбер, для того, чтобы у жителя не было никаких препятствий задать вопрос тому или иному заместителю, тому или иному руководителю и получить ответ. Ведь оперативные зачастую, она позволяет потом, позволяет убирать ненужные вопросы, снимает агрессивность по поводу того, что, ну кажется, сейчас, ну куда, писать письмо, имейл. То есть мы стали даже отходить, у нас количество писем, приходящих в электронном виде, увеличилось, чем то количество обращений граждан, которые приходят в печатном виде, в письменном виде. Но и посмотрите, Инстаграм, ВКонтакте, нашего руководителя Алексея Васильевича Валова в среднем в день принимает до 10 обращений, потому что ты приходишь, видишь ту или иную картинку, всегда можешь написать. Такая доступность, она позволяет нам быстро реагировать. Вот как сейчас обращения, да, взяли, сняли с телефона и посмотрели, что не так. И не надо ждать 30 дней, все достаточно быстро и оперативно. — Большое спасибо, Наталья Владимировна, за ответы на вопросы. Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Будем надеяться, что в наступившем году мы не сдадим своих позиций. Я имею в виду новый рейтинг 50. И, конечно, в этом тоже заслуга нашей администрации, заслуга всего того, что делается для нашего района, для наших жителей. Напомню, что в гостях у меня сегодня была заместитель, руководитель администрации Щелковского муниципального района по экономике и финансов Наталья Тамбова. Это была программа «Диалог». Смотрите нас каждый вторник на Щелковском. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин